здравствуйте уважаемые зрители сегодня хочу вам рассказать про глостер джавелин казалось бы на первый взгляд что этот самолет очень огромный что он был бомбардировщиком и возможно даже совсем не было но на самом деле все далеко не так этот самолет был одним из самых распространенных послевоенных самолетов великобритании являлся истребительным перехватчиком и был построен в количестве 430 штук и так какова история его создания на после того как закончилась вторая мировая война в сорок седьмом году великобритании осознали что необходим новый реактивный самолет единственным серийным реактивным самолетом который произвел свое время второй мировой войны великобритании был глостер метеор фирма глостер создала как первый реактивный самолет так и последний ее самолет глостер джавелин был реактивным и первым таким масштабным самолетом первоначальная спецификация в 44 46 предполагала что необходимо создать перехватчик способны перехватывать бомбардировщики противника на высоту до 13 километров лететь со скоростью не меньше 900 километров в час и лететь в общем-то в течение как минимум двух часов и вооружение должно было иметь четыре 30 миллиметровых пушки плюс поисковый радар первый самолет которые были спроектированы по данной спецификации имели обозначение p228 и p240 отличались они тем что это были одноместный и двуместный истребитель но по нему информации к сожалению нет вообще никакой потому что работы были остановлены еще на этапе проектирования и 228 был практически тем же самым метеором только с двумя другими двигателями более мощными посчитали что такая схема уже устарела что она не способна удовлетворять тем требованиям которого двигаются к самолету на уже в начале 50-х годов и поэтому решили сделать компоновку другую использую дельтовидное крыло на поставить туда другие немножко пушки 40 миллиметровые и в результате появился проект p238 другими двигателями но еще фюзеляже от метеора но с дельтовидным крылом и с другими пушками в результате от этой спецификации тоже отказались потому что развитие техники реактивные в конце 40-х начале 50-х годов было крайне стремительно и в результате вышла новая спецификация на дневной и на ночной перехватчик f3 48 и f4 48 по этой спецификации было создано опять же несколько машин причем надо заметить что примерно же в это время из сша поступили сведения об их истребители сейбре и f86 и в результате столкнулись с тем что необходимо как бы свои модификации некоторым образом изменять чтобы не оказаться в позиции аутсайдеров в результате были совершены некоторые пистолетов ки фирме глостер на новые люди пришли в качестве генеральных конструкторов и сошлись на одной модификации эту модификацию решили все-таки сделать дневным истребителем потому что как бы ночной потом будет тоже но тем не менее решили сначала все-таки сосредоточиться на дневном виде остановились на дельтовидном крыле остановились на полностью алюминиевом корпусе и несколько было вопросов о том какой двигатель выбрать в общем-то двигатели были уже намного круче в те годы это во мне немецкие стяга 900 килограмм силы были устроить со стягой по 3000 килограмм силы были сапфайры от армстронга по 3200 и в результате даже удалось найти сапфайра под стягой по 3400 именно них результате и остановились конечное обозначение самолета было п 280 то есть от 228 номера уже далеко ушли это был конец 49 года постойка прототип ушла довольно таки быстро надо заметить и в пятьдесят первом году его уже выкатили на аэродром общий вес машины составил 11 с половиной тонн из которых почти три тонны приходилось на топливо и по две с половиной тонны приходилось на вооружение и на различные системы оснащения двигателей топливные системы первый полет самолет совершил 27 ноября 1951 года под управлением шеф-пилота фирмы уотертона в результате им были даны очень лестные отзывы о машине то что она управляется просто отличнейшим образом примерно так же как anson но это имеется ввиду авра anson один из таких самых простых в пилотировании самолетов но были конечно замечены некоторые биения там хвосте еще где то то есть ну были естественно первые прототипы какие-то недостатки увеличили площадь элеронов немножечко значит поменяли удлинили фюзеляж и на испытаниях достигли необходимой высоты в 13 километров скорость 0 95 маха причем эта скорость на низких высотах была в общем-то достигнута при 60 процентной мощности двигателя и спидометра по факту не хватало чтобы показать скорость максимальную которую может достигнуть этот самолет после того как уже были проведены дополнительно отладочные испытания в 52 году 29 июня в результате очередного испытания один из прототипов разбился вместе с пилотом который к сожалению не успел катапультироваться вернее успел на новосте только 150 метров после этого опять же пытались избежать подобных аварий потому что причиной был плоский штопор несмотря на различные противоштопорные парашюты и другие приспособления избавиться от него не было возможности еще в течение некоторого времени были еще катастрофы но потом сделали специальные приспособления которые от штопор самолет избавили в это же время к нему наконец-то приписали название под которым мы его все знаем дживилин в переводе на русский это означает копье или дротик но это вот например знаете такое вот копье которое использовали где-нибудь в древнем риме или греции и такие застрельщики скажем легкие маленькое такое копье цо двигатели которые на него поставили окончательно были сапфайр с а6 и уже с этим двигателем он был впервые экспонирован на авиасалоне франбуро мировом авиасалоне но правда пока что со снятым вооружением до этого еще дело не дошло после этого проводились его масштабные изменения крыльев форма фюзеляжа потому что необходимо было достигнуть еще определенных требований по тех заданию крылья немножечко модифицировать для того чтобы можно было подвесить на пилонах управляемой ракеты и только в марте 53 года наконец-то в небо поднялся третий прототип уже с новым крылом и были установлены наконец-то пушки 4 30 миллиметровой пушки аден пушки эти надо заметить были очень популярны и использовались на огромнейшем количестве самолетов на если кому интересно вот это почему они а д назывались но потому что они были разработаны это сокращение вот фирма которая их разрабатывала красотельностью пушек варьировалась от 1200 до 1700 выстрелов в минуту на начальность кое 790 метров в секунду и было огромное просто количество их модификации они были полностью автоматические револьверного типа с электрическим муравлением все было автоматика полная и они ставились на все что можно вообще был поставить и на хакер-хантер и на дживелины и на лайтнинге на разные всякие skyhawk супермаринский самолет которые были уже после войны в общем-то созданы в общем огромное количество машин но вернемся к нашему дживелину в пятьдесят этим году 15 июля после того как был уже полностью отработан весь прототип с вооружением его наконец показали широкой публике на авиационном шоу по случаю коронации английской королевы елизаветы второй который правит до сих пор она была на этом шоу и видел дживелин на его самом первом полете на тогда удалось развить скорость 925 километров в час после такого масштабного шоу на новый самолет обратила внимание руководство нато поскольку тогда она уже существовала и дживелин решили сравнить с другими самолетами в том числе с американскими которые участвовали в противовоздушной обороне дживелин был принят очень хорошо и когда уже поднялся в воздух 5 последний прототип это был 20 июля 54 года на после этого в 55 году мы правда только в конце наконец-то истебитель перехатчик дживелин модификации 1 мк-1 был наконец-то передан на вооружение королевских военно-воздушных сил первый самолет получил 46 эскадрон и начал тут же подготовку экипажа всего модификации самолета за все время службы было 10 причем ну часть из них отличалась все таки на каким-то своими там двигателями еще чем-то часть была просто при эти несут ракеты эти не несут первая модификация была оснащена двигателями которые туда поставили изначально сапфаер са-6 с тягой по 3600 килограмм силы пушки 4 30 миллиметровые адены по 1200 вы стало в минуту и была еще естественно поисковая рлс куда же без нее с дальностью обнаружения целей до 30 километров первые самолеты обладали очень большой дальностью полета это были многочисленные испытания этой дальности полета на британцы гордились что их самолет может лететь так далеко но сразу после того как они поступили в строй времени на разработку был потрачен очень много 5 больше пяти лет на самом деле необходим было самолет уже модернизировать к этому моменту в 55 году уже взлетел дживилин версии mk4 в истребительном варианте причем было немножко доработано опять же сопло двигателя определенные технически были сделаны улучшения и на скорость у него в результате этого понизилась но правда за счет того что увеличилась дальность полета первый самолет этого типа поступили только в пятьдесят седьмом году в 141 эскадроны и дальнейшие уже улучшения производились параллельно с тем как эти самолеты поступали в 56 году появился mk5 который также имел увеличенный запас топлива дальнейшем в 57 году эти самолеты также начали поступать в новые эскадроны но были и еще более интересные машины например 7 модификация которая также разрабатывалась в 56 году то есть они все шли в принципе параллельно она несла уже 2 двигателя сапфайра со 7 у каждого из которых тяга была 5000 килограмм силы причем он стал это модификации первым самолетом которая несла управляемые ракеты в общем-то у ракета fire streak была первой управляемой ракеты класса воздух-воздух которая была разработана фирмой the heavy land и эта ракета могла уничтожать самолеты помощью значит теплового наведения на расстоянии до шести с половиной километров глостро дживилин был первым кто эти на ракеты на себя повесил было четыре управляемых ракеты боевая часть весом 23 килограмма плюс к этому еще были все-таки и 4 пушки вес вырос почти на две тонны у самолета но это практически никак не сказалось на его характеристика поскольку были более мощные двигатели и в результате он набирал высоту в 14 километров всего лишь за шесть и шесть минут это лучше показатель для всех дживилинов всех модификаций в результате этих самолета было выпущено больше всех 142 экземпляра из-за напомню 430 общих уже после того как самолеты начали поступать в строевой части возникла необходимость обучать пилотов а была спарка изготовлена на базе мк 3 модификации где была двойная кабина пилота ну немножко не та которая вот как бы основная двойная просто для того чтобы можно было обучать пилота была еще модификация мк-8 туда поставили еще более крутые двигатели са-7r у которой была тяга по 5600 на высоте 6 километров и к тому же еще из-за того что стали появляться ракеты воздух-воздух необходимо было снизить тепловой выхлоп самолета поставили дополнительные кольца сегментные на выхлоп двигателя получилось что всего было выпущено мк-8 47 самолетов они стали на последней модификации самолетов которые были построены им дживелины но была еще модификация мк-9 это были те семерки мк-7 которые довели до уровня мк-8 назвали их мк-9 помимо этого часть самолетов мк-9 была оборудована все таки системой для заправки воздухе первоначально от нее отказались потому что это было слишком опасно для тех времен и в результате эти самолеты также были обозначены по новым к 9 и я в плюс еще были на на некоторых самолетах девятой серии на 64 если быть точными установлены универсальные подпилоны под подвеску топливных баков или ракет и это назывались мк-9 и вот на этом все модификации их и закончились дживели на успешно заменили как веномы так и метеоры служили они на самом деле не так много всего лишь восемь с половиной лет и после этого начали уже заменяться лайтингами и фантомами это было уже в конце пятидесятых годов практически началось в начале 60-х не входили и в оперативные соединения нато эти дживели на 5 серии части этих самолетов участвовала ну как бы она не особо участвовал в боях в радезе и их туда просто отправили мк-9r замбию для поддержания там контингента но общем то рады же можете почитать что там было интересного они там пробыли полгода и вернулись в общем то назад также часть самолетов отправили еще и в сингапур где были устаревшие спидфайры до сих пор метеора это был 65-й год там они тоже ничего толком не сделали и это было на последнее последнее место где служили дживелины 30 апреля 68 года королевский ввс ушли с сингапура был распущен 64 эскадрон и на этом служба британского дживелина закончилась сейчас сохранилось очень много самолетов в качестве памятников и не только их действительно огромное число очень много любителей на авиационной тематике создают различные модели этих самолетов летающие в том числе и реактивные даже и в общем то на них можно посмотреть где-нибудь там на ю тубе поискать видео эти записи но в общем самолет был знаковым и очень распространенным это все что я хотел вам рассказать как всегда не забывайте посмотреть несколько десятков других видео о истории самолетов и кораблей а с вами был фуриус и до скорых встреч